Похоже скорее на героев фильмов о космической угрозе, но Марс не атакует и жители нашей планеты в итоге пострадать не должны. Речь о посетителях, парках и клещах. Страшно аж жуть, но только первые минуты с момента такой химической атаки. За спиной дезинфектора генератор холодного тумана, который распыляет яд на растения. На мне визирование, комбинезон, резиновые сапоги, перчатки, маска. На вас такая защита есть, а для тех, кто потом пойдет гулять по этому парку, им уже не страшно будет? Им уже не страшно будет. Высыхает яд и можно будет спокойно ходить уже через 30 минут. Но это при наличии хорошего ветра на большой территории, дополняет специалист. В рекомендациях же по применению обозначены сутки, после которых уже можно спокойно гулять по обработанной траве. Территорию, кстати, потом проверяют на наличие опасных тварей. Мы введем флаг и через каждые 10-15 метров мы его поднимаем и смотрим на наличие клещей. Сколько надо пройти вот так с флагом? Около 5 километров. В преддверии 1 мая такая обработка проводится везде. Ведь укус клеща может оказаться гораздо опаснее химикатов, констатируют специалисты. Когда клещ проснулся уже, потому что имеется уже случай присасывания, особенно на собаках, которые часто замечают, обращаются к нам, мы обрабатываем непосредственно территорию парка, лесополосы, приусадимные участки, когда требуется население. А в дирекции парков Ульяновска напоминают, что 1 мая все парки официально откроют свои двери. В полдень на площадках начнутся развлекательные программы. Зрители ждут театрализованные представления. И уж точно без клещей.